На встрече обсудили дальнейшее взаимодействие с краевыми властями. Отдельно подняли вопросы развития малого и среднего бизнеса. Банки сегодня активно инвестируют в экономику Кубани. Общий кредитный портфель региона сегодня почти полтора триллиона рублей. Сегодня нам очень важно, чтобы кредитные ресурсы были доступны, как я уже сказал, для нашего малого и среднего бизнеса, для фермерства. Это принципиально важно, потому что заемные средства, как бы мы ни говорили, это сегодня основной источник для развития нашего агропромышленного комплекса и для промышленности, которую мы сегодня активно на Кубани создаем. И очень здесь важно, чтобы региональные банки все-таки сохранились. Потому что в основном-то наш бизнес, он обращается в региональные банки. И здесь, да, их работа должна быть безусловно под контролем. И они тоже должны понимать, что есть общие правила, о которых мы сказали, и они не могут выйти из рамки этих правил. Но здесь, как я уже сказал, правила должны быть жизнеспособными. И отвечать сегодня запросам жизни и запросам бизнеса, в том числе даже самого маленького бизнесмена, который просто предприниматель, но он верит, что он получит этот заем и лизует свой проект. И этот проект может быть сегодня маленьким, а завтра максимально успешным, который даст такой дивиденд, что изначально никто не мог в него поверить, в этот дивиденд. И первое, кто может поверить в этого предпринимателя, это банкир. Мы сейчас обсуждаем ключевые цели, и одна из важных тем, длинные деньги для экономики, чтобы можно было планировать. Инфляция – это одна составляющая, чтобы надежность была гарантией, да, но и длинные деньги – тоже важный параметр для нас. Мы сейчас обсуждаем, чтобы один из ключевых показателей эффективности банка на 2019 год был в этой области. Кроме того, доступ не должны стать и финансовые услуги в небольших станицах и хуторах. Есть примеры, когда в сельской местности закрывают отделения банков, а банкоматы и вовсе отсутствуют. Сегодня тоже большая проблема, чтобы банковский продукт был доступен и селянам, вот в тех муниципальных сельских районах, где они живут. А сегодня, понятно, идет оптимизация, банки сокращают свои офисы, абсолютно верно. Филиальные сети у них оптимизируются. Коллеги, ну жизнь мы не остановим. Мы же не переселим туда и сельской местности, и селян, и города. Это абсурдно в самом по себе. То есть, не банкоматы мы выпрашиваем, а как жить людям? Если зарплата поступает на карточки, и сегодня мы максимально это приветствуем, но тогда каким образом эти деньги абсолютно снять с карточки и получить, для того, чтобы рассчитаться там, где нет платежных терминалов? Мы готовы включиться в эту работу для того, чтобы посмотреть именно по доступности в малонаселенных пунктах. Вот я очень буду признателен, если все-таки по тем банковским продуктам, которые сегодня есть, и они в огромном количестве, и доступны в основном в больших городах, посредством других способов сделать доступными банковские продукты жителям села. Также отдельно обсудили вопрос по удержанию инфляции сегодня в регионе на меньше 2%. Кроме того, совместными усилиями с Южным главным управлением Центробанка удалось пресечь деятельность 35 финансовых пирамид. Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ». Прекратили работу 35 финансовых пирамид.